30 июля «Армавир» принял участников полуфинала кадрового проекта «Лидеры Кубани. Движение вверх». Церемония открытия прошла в ГПУ. Конкурс проводится с 2018 года по инициативе губернатора Краснодарского края. Поиск инициативных, талантливых и неравнодушных управленцев, которые готовы работать на благо региона – основная задача конкурса. За три года у нас более 50 историй успеха. Это люди, которые не просто устроились на работу, а заняли определенные посты управленческие. Это более 170 человек, которые вошли в резерв управленческих кадров Краснодарского края, в управленческие резервы муниципальных образований. Более 1000 человек составляет активно действующее сообщество, которое постоянно взаимодействует друг с другом для саморазвития. Наша цель, помимо поиска кадров, это еще и некоторая трансформация сознания госмуниципальных служащих на развитие, на постоянное обучение, постоянный рост и увеличение эффективности своих производств, своих предприятий или организаций в данном случае. На открытии участников поприветствовали почетные гости. Руководители ведущих предприятий региона, которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рассказали о перспективах отрасли. Глава Армавира пожелал участникам продуктивной работы. Очень приятно, что в городе Армавире проходит трек по жилищно-коммунальному хозяйству, потому что действительно, если вспомнить, как это было, было по-разному, сегодня весело и хорошо. Поэтому хочу пожелать вам задора на сегодняшний день, самое главное, чтобы каждый из вас получил то, чего хотел, получил знания, получил опыт. У вас есть желание учиться, есть желание познавать что-то новое, самое главное, есть желание выходить на новый уровень. Чтобы вы достигли нового уровня, чтобы у вас обязательно получилось, и сегодня пусть победит сильнейший. В этот раз конкурс проводится в новом формате. В 2021 году все, кто заявил о своем участии, должны были выбрать сферу, в которой интересно было бы развиваться. Их всего 10. Это экономика и финансы, архитектура и строительство, сельское хозяйство, социальная сфера, спорт и военная подготовка, местное самоуправление, индустрия гостеприимства, цифровизация экономики и процессов и бизнес. В Армавире прошел полуфинал и трек по жилищно-коммунальному хозяйству. Его участниками стали 90 человек со всей Кубани. Татьяна Волокжанина работает заместителем главы Роговского сельского поселения Тимошевского района. В конкурсе участвует впервые и считает это колоссальным опытом. Конкурс для меня важен тем, что я могу здесь познакомиться с лидерами тех, которые сегодня, допустим, познакомилась с человеком, который уже не первый раз принимает участие в этом конкурсе. И опыт, полученный здесь, будет очень важен для меня в дальнейшей работе. Так как я работаю в местном самоуправлении, и тем более в сельской местности, для нас это очень важно. Для современного управленца важно быть лидером прежде всего, принимать как можно быстрее правильное решение. Опыт, полученный здесь, я надеюсь, перенесу к себе в поселение, и будут реализованы многие проекты. После торжественного открытия конкурсанты перешли в зал для решения задач. Участников поделили на команды. По итогам оценки и компетенции в финал пропустят 10 человек. Следующий этап пройдет 6 августа. В Павловском районе соберутся участники, которые выбрали направление сельское хозяйство. А имена победителей будут известны в октябре. Финал конкурса состоится в Краснодаре.